Я купил бит. Просто, нагло, скопи-кэтчный дисклеймер. В общем, я Карди Би и я хочу сказать за Джейн. Она не пытается обидеть или оскорбить ваших любимых певцов. Но в этом выпуске, мне кажется, я забираю свои слова назад, потому что, блин, тут очевидные копи-кэты. Прости, Карди. Пейч? Привет, с вами Джейн Кравиц. В этом видео столько скопи-кэтчных песен, что даже я офигела. Я просто сразу включу первую песню, потому что здесь настолько все очевидно, настолько все очевидно, что просто офигеваешь. Чего? Ты шутишь? Серьезно, эта песня, ну... Я вроде столько раз сталкивалась с песнями, которые звучат одинаково, но здесь у меня просто нет слов. Просто нет, блин, слов. Вы прикалываетесь. Окей, я знаю, что российские артисты любят вдохновляться западными артистами. Но что-то настолько. Песня, которая известна большинству фанатов кей-поп. Песня Августа Ди, он же Шуга. Шуга, бейба. Ну и как бы да. Просто чудесно саранжированная песня. Шикарно звучит. Цепляет просто с первого раза. И цепляет настолько сильно, что ее нереально захотелось повторить. Сидел один мальчик и слушал песню Августа Ди. Я придумал песню. Парень заливает песню на YouTube. Она становится супер популярной и в то же время супер непопулярной, потому что число дизлайков там просто зашкаливало. И в итоге песню удаляют с YouTube. Потому что она нереально похожа. Ну просто нереально похожа на песню Августа Ди. Своё оправдание. Чувак записал видео, в котором он рассказал, что как бы... Но он тут ни при чем. Он ни у кого ничего не крал. Бит мой, который я приобрел, а не скопировал. Я купил этот бит. Вы не можете мне ничего предъявлять. Купил? Серьезно? То есть, окей. Ты купил бит, который в точности похож на бит Августа Ди. Я, к сожалению, не разбираюсь. Я не знаю японский язык. Как он там и о чем он поет. И ты ни при чем. Я купил бит. Нет. Нет. Ты не имеешь права на этот трек. Потому что этот трек придумал, записал Августа Ди. Аранжировки практически идентичны. Инструменты используются идентичные. И после этого ты говоришь, что ты просто купил бит. Получился такой огромный резонанс. 10к, 10к, я уйдем в 10к. Я купил бит. Хватит. Хватит. Дай человеку заработать. Ну нет. Как ты... Роза, соберись, пожалуйста. Соберись, блин. Соберись уже, хватит. Роза. Хорошо. Окей. Ты купил бит. А кто тогда написал мелодию? Мелодию вокальную, которая звучит точно так же, как у Августа Ди. Да, он пел там. Де-че-та, де-че-та. Пел 10к, 10к. И в итоге все дошло до лейбла, и они заставили удалить эту песню. Но на этом Алекс Брэк не остановился, когда он понял, что все его все равно еще хейтят. Короче, он решил записать видео, где он разрывает лицо Шуги. Мы уверены, тесно, тесно, тесно. Ооо, ты что, сумасшедший? Вы всегда должны помнить, что можете чувствовать себя гораздо лучше, если не будете забывать про активный образ жизни. Это действительно важно. Вашим личным помощником и тренером станут часы Honor GS Pro и Honor Watch ES. Выбирайте, какие часы подойдут именно вам. У Honor GS Pro невероятно стильный и брутальный дизайн. Они работают до 25 дней без подзарядки. Практически месяц, представляете? Так что вы сможете наслаждаться нереально ярким, красивым и большущим экраном очень долгое время. Часы автоматически распознают 100 видов активности. Мне кажется, что даже я могу меньше распознать. Также вы можете сами настроить себе тренировку по вкусу. Устройте самому себе спортивный челлендж. Также хочу показать модель Honor Watch ES. Из особенно интересного Honor Watch ES определяет уровень кислорода в крови. Супер полезная штука для контроля при занятиях спортом. А также они поддерживают 95 режимов тренировки. Круглосуточный мониторинг пульса позволит вам не перенапрягаться на тренировках и всегда точно знать свой нормальный пульс в течение всего дня. По специальному промокоду вы сможете приобрести Honor Watch ES и Honor Watch GS Pro со скидкой. Смотрите в описании. Одна группа решила взять этот сэмпл и использовать в своей песне. Разве нельзя, так поехали дальше. Следующая песня, от которой бомбила всех и довольно долго. Я не знаю, может быть, это такой специальный ход, потому что скопикетченность как бы очевидна. Причем настолько очевидна, что аж прям, ну... Когда я впервые услышала эту песню, я даже не знала, кто ее исполняет. Я реально подумала, что это какой-то русский кавер на песню Web. Но потом я узнала, что это вовсе не кавер. Черт, блин, творится в мире. Знаете, закрадывается мысль, что стать популярным музыкантом в России не так уж и сложно. Просто берешь любую популярную зарубежную песню, выпускаешь ее, все, готово. Честно, очень странная штука. Итак, у Пинк есть песня Courage, Courage, трусливый пес. Слушаем. Затем моя любимая прекрасная Сия делает вот это. Я не знаю, у Сии на самом деле есть такая фишка. Она пишет песню какому-нибудь артисту, а потом такая, я передумала, я тоже хочу исполнять эту песню. Помните, как было с песней Рианой Даймондс? Но я не осуждаюсь ее, потому что мне нравится Сия. Как ее можно осуждать? Она чудесная, она милашка. Она сама написала эти песни, и по сути, если артист не против, в принципе, ничего такого плохого нет. Далее. Канью Уэст. Выпускает он новую песню, которая называется «На-на-на». «На-на-на-на» и «На-на-на». Слушаем. Это же звучит чертовски знакомо. Как бы совсем недавно у Ди-Джей Каледа и Дрейка вышла песня «Поп-старк». И там есть точно такой же момент. С одной стороны, как бы глупо придираться к вот этому «на-на-на», но что-то как-то странно. Главная фишка песни «Поп-старк» как раз-таки в этих «на-на-на». Канья Уэст использует то же самое в своем припеве, в своей новой песне. Окей. Делай, что хочешь, я просто заметила. Чудесный Эл-Джей и Моргенштерн выпустили песню, которая называется «Лолипоп». На мой взгляд, клип очень красивый, стилизованный, круто. Что касается мелодии. Мелодия похожа на одну старую, всем знакомую и известную песню. Но, судя по всему, здесь используется все-таки сэмплирование. Здесь мелодия просто один в один. Я не думаю, что они просто взяли и стырили песню. Песня Чарли XCX. «Белый Мерседес» очень сильно напоминает одну песню. И еще прикольный момент, если вы не знали, но если вы, конечно, из Украины, конечно же, вы знаете, что этот видеоклип снимался на Украине. Ян Бла, крутой чувак, исполняет песни преимущественно в рок-стиле. И мне прислали его песню, которая действительно похожа на одну старую песню. Вот, пожалуйста, это пример, когда просто вдохновлено другой песней, а не скопикетчено. Да? Я купил бип. Привет, мне показались похожими песни «Звонки» и «Дежавю» и «Wikend in your eyes». Давайте проверим. «Был не твой» 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 Это было сделано, на мой взгляд, не специально То есть мне не кажется, что она намеренно взяла Песню Земфиры Ромашки перепела, типа, эту вокальную линию И такая, ну, слушайте Далее у нас две кейпоп-песни, которые похожи друг на друга чем-то в припеве Короче, я не помню, как это вышло, но я вышла на исполнительницу, которая зовут Гэби Ханна Я решила послушать ее песню и услышала вот это Типа, этот момент очень похож на песню Кэти Перри Как? Так, возможно Просто бомба-выпуск Меня просто, просто бомбило Потому что, ну, столько раз стырить песни из-за рубежа Но это просто надо иметь, точнее, не иметь совести вообще Ну что ж, заходите обязательно на прекрасный телеграм-канал Дом Знаменитостей Мой инстаграм, там много всяких прикольных видео про знаменитостей Но надо поискать С вами была Джейн Кравиц Пока! О, секунду, присылайте мне песни в инстаграм, которые вам кажутся похожими Я жду И я тоже Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok